Ре-ре-ре-ре-ре-ре Красиво формировать губы, красиво издавать звук. До начала репетиции Галина Пильберг следует наставлениям руководителя вокальной группы. Александр Михель – единственный мужчина в коллективе. Два раза в неделю он собирает своих красавиц в этом маленьком зале и ждет, пока девчонки наденут наряды, поправят прически. Несколько минут – и репетиция началась. Улыбаются здесь все, и прежде всего сам Александр. Не один десяток лет он провел на сцене, поет, играет на баяне, в свое время семью перевез из Рубцовска в Барнаул. Но без творчества даже на пенсии свою жизнь не представляет, как и без этого инструмента немецкого производства. Я других не признаю, вернее, есть русские баяны хорошие, которые делают в Туле, но они очень тяжелые. Мы зачастую, я играю стоя, вот, и, конечно, это легче баян. Всегда рядом с Александром и его супруга Валентина. На свои 80 это подтянутая, всегда на позитиве женщина не выглядит. Мужа поддерживает всегда и во всем. Разногласия бывают лишь, когда выбирают репертуар. Мне нравится вот эта песня, он и говорит, кому она нужна, эта песня. Ты послушай. Надо же опять так, чтобы зритель понимал и серьезно было. Уже нельзя так опускаться, как сейчас. Вот молодежь выходит, поет вот два кусочка колбаски. А кто в итоге все-таки в споре-то оказывается правом? Ну, конечно, раз он аккомпанирует, куда денешься? Точно два раза в неделю, а то и чаще рядом с родителями дочь Ольга тоже уже пенсионерка, правда работающая. Но на репетицию всегда бежит. Песни и коллектив – это и ее жизнь. Когда грустно, тоскливо ты спел, тебе легче. Мы пообщались все вместе. У нас всегда, во-первых, идет все с юмором. Мы там так ржем, извините меня за выражение. Поэтому мы, эта разрядка конкретная, капитальная разрядка. В перерывах между репетициями и концертами, посиделки за чаем, совместные прогулки в лес, изливают друг другу душу, делятся и горем, и радостью. Участники коллектива переживают, что в Барнауле почти не востребованы. За пределами краевой столицы и даже за рубежом их больше ценят и чаще приглашают. Надеются, что когда-нибудь все изменится. А пока продолжают репетировать и радоваться каждому дню, потому что они вместе. Даже в фирменной кричалке перед концертом это слово стоит во главе. Вместе, терпение, сейчас! Татьяна Голубева, Алексей Фризин. Наши новости.